Весы, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить терраскоп на июнь 2018 года. По традиции карты вам покажут 6 позиций, а именно, как будут развиваться события во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, какова будет общая атмосфера месяца, и арканы дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам текущий месяц. Напоминаю, что расклад общий, он для широкой аудитории, однозначно не может проиграться у всех и каждого, хотя бы по той простой причине, что у каждого из нас асцендент находится в разных знаках. Поэтому, во избежание недоразумений и гневных комментариев, просматривайте, пожалуйста, свой терраскоп по знаку своего асцендента в натальной карте. Как его вычислить? Я думаю, это не составит куда, вы можете спокойно загуглить, делается это элементарно. Так, ну мы сейчас приступаем непосредственно к терраскопу. Итак, общая атмосфера месяца. Что ожидает вас в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Так, десятка мечей. Ну вы знаете, здесь какое-то вот окончание чего-либо, причем для вас очень болезненное. Почему болезненное? Потому что, ну вот, раны ваши кровоточат. Либо окончание болезненного периода, либо в целом какая-то тупиковая ситуация, когда вам нужно делать что-либо, скрипя сердцем. Это может касаться абсолютно любой сферы жизни. Как разрыв личных взаимоотношений, так и уход с какой-то работы, так и какие-то финансовые трудности. Либо в целом ситуация отъезда, либо переезда, скрипя сердцем. Понимаете? То есть это окончание одного этапа жизни, начало нового. Но для вас это будет крайне тяжело, крайне болезненно. Как нож в спину. То есть на текущий момент вы к этому не готовы. Но обстоятельства вас вынуждают. Так, что же вас ожидает в плане работы? В плане работы перевернутый паш кубков. Ну сама по себе ситуация. Отсутствие какой-то внутренней гармонии, отсутствие желания либо продолжать работать на текущем месте. Потому что это идет, ну какой-то накал страстей, какая-то вот не совсем дружелюбная атмосфера в коллективе. Помимо всего прочего, вы не получаете на текущий момент удовольствия от работы. Потому что перевернутый паш кубков, либо вы не видите здесь перспектив личностного и карьерного роста. Либо в целом сама по себе ситуация говорит вам о том, что пора что-то менять. Эта карта часто указывает на какие-то бесперспективные проекты, которые у вас есть на текущий момент. Это либо обреченные какие-то вот на провал перспективы карьерного роста. Ну в целом эта карта, знаете, как интриги, клеветы. Ну и в целом это, знаете, вот не обижайтесь, пожалуйста, но часто карта указывает на вас, как на человека, который сам по себе ленив и крайне тяжело на что-то решается. Потому что это, по сути, топтание на месте. Что вас ожидает в плане финансов? Ну здесь падает перевернутая луна. Могу сказать, однозначно, это ситуация, которая называется то густо, то пусто. То есть с финансами у вас будут какие-то вот такие вот серьезные качели. То будет приток средств, то их какая-то вот серьезная нехватка. И здесь в июне месяце вам нужно будет полагаться только на самого себя. Да, безусловно, у вас будет какая-то либо помощь, либо поддержка со стороны родственников, либо вашего окружения. Но на текущий момент, на июнь месяц, здесь будут какие-то вот такие вот серьезные перепятии, перепады в сфере финансов. Либо вот эта вот ситуация финансовая, она у вас будет связана с тем, что вы, в принципе, можете менять работу. Если вы, например, на текущий момент вы безработны, то, к сожалению, перспектив трудоустроиться здесь я у вас однозначно не вижу. И у вас вот идет ситуация стагнации, как следствие, ситуация, вот, как я говорю, сводить концы с концами. С позиции здоровья у вас здесь падает перевернутая семерка пентакли. Перевернутая семерка пентакли с позиции вашего самочувствия, она указывает сама по себе на, ну, и прием каких-то лекарственных средств, препаратов для поддержания вашего самочувствия. Помимо всего прочего, аркан говорит о том, что ваш организм нуждается в отдыхе, потому что это карта физического и эмоционального истощения, то есть здоровье подорвано. Слишком, знаете, как в погоне за деньгами, скажем, убили полностью себя, свой организм. Теперь вы нуждаетесь в восстановлении. С позиции личной жизни перевернутая звезда. Ну, смотрите, вот здесь вот я вижу вас четко проигрывается ситуация, больше как рабочих и финансовых аспектов. По перевернутой звезде вам просто не до личной жизни на текущий момент в принципе, потому что перевернутая звезда – это личная жизнь, отложена на потом. То есть есть какие-то другие первостепенные задачи, которые вам необходимо на текущий момент решить. Поэтому, если у вас идет ситуация здесь одиночества, то я не вижу в принципе у вас построения отношений на июнь месяц, так как вы озадачены более глобальными вещами. И если у вас отношения есть, то часто по этой карте либо отношения будут на расстоянии, либо будет ситуация, скажем так, какого-то временного холода и отчуждения, так как у вас назревают совсем другие, скажем так, моменты. И что вам советуют арканы? Здесь у нас падает перевернутый король кубков. Во-первых, не занимайтесь самоедством, не пытайтесь себя в чем-то корить, даже если у вас происходят какие-то ситуации негативного аспекта. И самое главное, не пытайтесь топить свои проблемы либо в алкоголе, либо в какой-то наркотической зависимости. То есть не уходите в иллюзии. Потому что именно перевернутый король кубков – это человек с зависимостями. Зависимости абсолютно разного характера. Либо это беспорядочные половые связи, либо алкоголизм, либо наркомания, либо игромания. То есть не пускайтесь во все тяжкие. Ситуация для вас, знаете, не исправится, и вы не поменяете. То есть посмотрите на ситуацию трезво. Пусть у вас даже сейчас идет какая-то затяжная черная полоса, либо ситуация, которая требует от вас принятия, ну для вас каких-то вот значимых мер кардинальных, которых вы делаете, скрипя сердцем. Но впоследствии для вас это отыграется благоприятными результатами. Сейчас, да, у вас эмоционально-душевный раздрай. Но все проходящее в нашей жизни, как хорошее, так и плохое. Поэтому не настраивайтесь на негатив, смотрите на все позитивно. Скажем так, предупрежден, значит вооружен. Посмотрите на все аспекты, на которые вам стоит уделить внимание. И в бой. У вас обязательно все получится. Какие бы тяжелые обстоятельства у вас не были, что бы вы ни делали, скрипя сердцем. Но поймите, это делается для вашего блага, для вашего личностного роста, для вашего потенциального роста в принципе. Это карта мотивации, которая движет, как двигает вас вперед. Карта прогресса в целом. Потому что десятка мячей, это всегда окончание какого-то затяжного, плохого периода и начала нового. Чего вам искренне желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Для тех, кто хочет заказать индивидуальный расклад, контакты мои вы можете найти по ссылкам под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. И до новых встреч. Продолжение следует...